Привет, это Любовь Соболь. И сегодня я расскажу вам о том, что меня очень сильно бесит. Меня бесит, когда мою страну, а именно бюджет моей страны, в которой я исправно плачу налоги, использую для своего личного обогащения. Я даже не про тупое воровство или людей типа Тимченко, Ротенберга или Сечина сейчас говорю. Я про те ситуации, когда вот только какая-то сошка дорвалась до власти, и сразу ей все полагается. И сразу этой сошке подавай и квартиру служебную, да побольше, и дачу государственную, и водителя, и мигалку, и чтобы едешь или идешь, и перед тобой все расступались и шептались почтительно. И ни за что эта сошка теперь не хочет платить. Подавай все бесплатно, и все самое лучшее, да побыстрее. И все бы ничего, но ведь оплачивает-то кто это? Мы оплачиваем. Можно потратить деньги на что-то полезное, больницу там или школу в порядок привезти, но нет, деньги пойдут на зарплату водителю, на икорнице или на малахитовый набор с гербами на стол какого-нибудь замгубернатора. Они воспринимают бюджет как карманные деньги, как деньги, которые можно потратить на то, на что свои тратить, ну как-то неохота. Зачем из-за работы на уплатить, если можно из казенного? Нам с вами сложно представить масштаб этой проблемы. В стране сотни тысяч чиновников, и большинству из них что-то полагается. Физически невозможно уследить за всеми этими закупками дубовой мебели и десятых айфонов. Но иногда их можно поймать за руку и попробовать остановить, буквально не дать им развлекаться и кутить за наш с вами счет. Сегодня мы этим с вами и займемся. Есть такая компания, авиационный комплекс имени Ильюшина, производят знаменитые самолеты Ил. Когда-то это было конструкторское бюро, которое возглавлял легендарный Сергей Владимирович Ильюшин, а сейчас Ил – это подконтрольное государство акционерное общество. Как и другие госкомпании, Ил закупает товары и услуги через систему госзакупок. И вот одна из них. В мае авиационный комплекс имени Ильюшина разместил заявку на приобретение в лизинг автомобиля Audi A8. Начальная цена закупки – 10,5 млн. рублей, сам автомобиль стоит, исходя из документации, аж 8,5 млн. рублей. Давайте подробнее посмотрим на этот прекрасный автомобиль. Модель Audi A8 D5 Long Limousine Quattro, то есть удлиненная версия. Цвет – черный металлик, панорамная крыша с электрическим подъемным и сдвигающимся элементом, передние и задние сиденья с вентиляцией и массажем, пакет расширенной отделки интерьера элитной кожей, акустическая система с динамиками и технологией 3D-звука и сабвуфер с собственным каналом усиления, кованые диски, проекционный дисплей, интеллектуальная система светодиодов и сенсорная панель управления. Это очень хороший автомобиль, роскошный даже. Он и в базовой комплектации очень престижный, ну а тут еще все эти навороты. И денег на него госкомпании Ил, судя по всему, не жалко. Зачем госкомпании Ил раскошеливаться на такое авто? Потому что оно кое-кому полагается. Потому что кое-кто дослужился до высокой должности, и куда теперь ему без восьмой Ауди с удлиненным кузовом? Пропадет человек, засмеют. Хотя что это я, конкретно наш сегодняшний персонаж, ни до чего не дослужился, его просто назначили на эту должность, потому что папа сказал. Ладно, хватит церемониться. Встречайте, гендиректор авиационного комплекса Ил Алексей Дмитриевич Рогозин. Его фамилия и отчество могут вам подсказать, что он сын бывшего вице-премьера и нынешнего руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Семейство Рогозинах – наши старые знакомые. Мы делали расследование про космодром Восточный, строительство которого курировал Рогозин, и рассказывали про его квартиру в 346 квадратных метров в Москве, которая оценивалась в 500 миллионов рублей. Но тогда в основном мы фокусировались на Дмитрия Рогозине. Пришло время поподробнее рассказать и про Рогозина-младшего. Алексею Рогозину 34 года. Его карьера стремительно пошла в гору после того, как его отца назначили вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс, космическую отрасль и авиастроение. В 28 лет Рогозин-младший был назначен руководителем Олексинского химкомбината. Это госпредприятие, производящее порох. Одновременно он был депутатом Московской городской думы. Потом успешная карьера этого талантливого молодого человека продолжилась уже на посту замдиректора департамента имущества Минобороны и вице-президента Объединенной авиационной корпорации. А с мая 2017 года Рогозин-младший возглавил ИЛ, где занял пост гендиректора, члена правления и члена совета директоров. Очередной молодой и талантливый сынуля, который уверен в том, что он особенный, что его управленческий гений настолько велик, что поместится только в самый премиальный автомобиль с массажными сидениями. Этот автомобиль должна купить именно госкорпорация ИЛ. Так вот, Алексей Дмитриевич, отменяй-ка ты заказ на ауди за 8,5 миллионов и пересаживайся на что-нибудь более кризисное и патриотическое. Вы не думайте, я ничего радикального не предлагаю. Рогозина-младшего в окоп под Славянском к папе отправить не предлагаю. Просто пусть он катается, скажем, на Фордфокусе или Лади Приори. Уверена, Алексей Дмитриевич не сахарный и ничего с ним не случится. А сэкономленные 8 миллионов ты выдавай в качестве премии инженерам, конструкторам и испытателям самолетов ИЛ, которые за 50 тысяч рублей годами в Московском конструкторском бюро работают. Им положено уж точно больше, чем тебе. А вас, дорогие зрители, я призываю собраться и максимально распространить это видео. Пусть как можно больше людей узнает, какие талантливые люди руководят российскими госкомпаниями и как они распоряжаются деньгами, вверенными им. Давайте все вместе не дадим Алексею Рогозину потратить наши с вами деньги себе на дорогущий автомобиль. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.